Вот чем отличаются знаки судьбы, то есть это когда сама моя душа говорит, что мне это не подходит, это совсем к душе не лежит, это я от сердца делать не буду, чем это отличается от каких-то трудностей, сложностей, проблем, которые на моем пути возникают? Я сейчас объясню, то есть вообще начиная со всего, то есть с Бога, Бог это вообще все, все могущие, все, 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 и в том числе мы в первую очередь, в первейшую очередь это частицы, мы частицы Бога, то есть есть на что-то духовное и все такое остальное, частицы моего, вечные частицы, которые никогда не умирают, потому что это духовное. Так, и в соответствии с этим душа нас сама направляет в соответствии с предназначением, что нам подходит, и это тоже в зависимости от того, где человек, когда родился и все остальное, там много разных факторов есть, все вот это касаемо саморазвития. И вот тут тоже дело в том, что главный навык такого самоопознания, это научиться себя слушать, научиться формировать свои личные цели, не навязанные кем-то, оставаться наедине с собой, слушать самого себя. То есть вот это об этом, то есть это внутри личности, то есть вот я сам как личность себя, ну, к себе должен обращаться. И плюс в этом, конечно, помогут психологи, коучи, профориентологи, это да, с такими людьми нужно работать. Вот, и получается, что если меня вот душа сюда вот направляет, ну, тоже как-то вот все события, они происходят не просто так, вот по какому-то все равно, ну, должно быть что-то выше, выше меня, выше там моего окружения. И вот это, конечно, все по какой-то причине происходит, все вообще события связаны со мной, не связаны со мной. Вот, поэтому душа сама направляет, душа сама знает, что мне подходит. И в этом плане есть отношения положительные, нейтральные и отрицательные. И нужно понимать, вот, что все тянется к счастливому, радостному, позитивному и все остальному. И вот нужно определить, что это такое. То есть, это вот прям нужно прочувствовать. Это именно словами сложно передавать, это нужно именно прочувствовать. То есть, опять же, вот этот навык саморазвития использовать, скорее даже навыки. И все, и таким образом просто слышать и слушать себя. Ну, и тогда душа меня сама приведет к тому, что действительно мое. Так, это первый момент. И второе, есть, конечно, трудности, проблемы и все остальное на моем пути. И вот дело в том, какое у меня отношение к этим проблемам. Это первое. И второе, тоже это, опять же, из души следует. То есть, это вот именно никогда какие-то внешние обстоятельства, внешние цели, чужие цели и все остальное. Вот именно личное, что вот я прям через душу пропускаю, вот чувствую прям на все 100%, на всю себя, на всего себя, что это мое. Если я вот так вот чувствую, прохожу это состояние, тогда, ну, и тогда я и с легкостью воспринимаю все эти проблемы, поражения, ну, и отношения другое. Вот, поэтому трудности, которые возникают, и при этом я с ними так работаю, что понимаю, что это нормально, трудности, проблемы, ошибки и все тому подобное. И если меня это только зажигает, если меня от этого прет даже еще больше, тогда отлично. А если что-то с первого раза не получилось, что-то как-то не так, то и я, то есть, и у меня не получается. Я вот после этого внутри своей личности, ну, в свою внутреннюю личность погрузился, думал, проанализировал, что сейчас и что в прошлом. И если понимаю, что окей, позитивно, отлично, все хорошо, это мое, тогда я и продолжаю. Все, я, в принципе, все объяснил.